Мы можем на логическом уровне много-много говорить. Всё будет на том же месте, где и было. Сознание всегда хочет одно, а подсознание действует по-другому. Как глаз не видит сам себя, так и мы не видим свою подсознательную программу. Без медитации невозможно поменять своё сознание. Когда мы говорим «сознание», у нас это какая-то видимая часть айсберга, всего лишь 10%, которые мы можем осознать, увидеть, пощупать. И, в принципе, на этой видимой части мы пытаемся построить своё счастье, свою успехи, своё здоровье, и ничего не получается. У нас есть очень большая часть, 90% — это наше подсознание, это все невидимые программы, это неосознаваемые программы, но они автоматические программы, которые, хотите вы или не хотите, будут идти впереди вашего сознания. То есть, когда мы говорим «сознание», вот здесь ваше воспитание, то, что вам после 7 лет уже вкладывали, это какие-то, может быть, навыки, которые вы пытаетесь себе приобрести, в том числе, да, это ваше мировоззрение какое-то, да, но у вас в подсознании уже есть запись и мировоззрения, и того, как вы воспринимаете этот мир. И, как правило, сознание с подсознанием — это абсолютно противоположные полюса. То есть сознание всегда хочет одно, а подсознание действует по-другому, и они не то что враждуют, они по-разному записаны, да. И когда мы говорим «от сознания», оно говорит, я хочу быть здоровым, но вы болеете. Сознание говорит, я хочу быть богатым, вы делаете всё, прикладываете усилия, но денег нет. Вы хотите квартиру, вы прикладываете все возможные свои связи, энергию, там, работаете, вы берёте один кредит, другой, вы предпринимаете много-много вещей, и квартиры нет. Есть такие люди, да, вы недавно услышали кейс, когда только в 40 лет удалось купить своё жильё, да. И много-много таких вещей, когда не получается. И такое ощущение, что этот мир против меня, этот мир не для меня, я не знаю, как в этом мире жить. И большинство людей сталкиваются с тем, а как быть? Вот я вроде как ленюсь плохо, тружусь плохо. Тогда получается, что на уровне сознания вы пытаетесь очень многие вещи исправить. В том числе на большинстве разных курсов, терапевтах, да, все ходят вокруг сознания. Потому что в подсознании у нас доступ есть только в определённых ситуациях. Это когда мы переходим из одной волны в другую. Это как будто компьютер некий, да, куда вот такой сложный доступ. Мы туда не можем подступиться просто так. В обычной жизни это бесполезно. Поэтому нужны практики. Без этих практик, в принципе, ничего, без медитации невозможно поменять своё сознание. Почему? Потому что как глаз не видит сам себя, да, так и мы не видим своей подсознательной программы. Поэтому мы можем на логическом уровне много-много говорить. На логическом уровне много размышлять, рассказывать. Всё будет на том же месте, где и было. Поэтому это такая кропотливая работа, когда мы сначала вроде как опираемся на какие-то… Все люди проходят этот этап. Они все опираются на вот это сознание и на внешний мир, да, И им кажется, они всё время пытаются этот внешний мир переделать. И мы пытаемся исправить кого-то, да. Мы не перестаём эти попытки делать. Мы многие практически посвящают всю свою жизнь этому. И даже претендуя на какие-то знания, даже пишут книги, но на тех же граблях только по-другому, сами себе это объясняя, всё равно пытаются всех исправить. Это бесполезно. Это вообще самый низкий уровень сознания, который пытается, опирается на внешнее и пытается всё вокруг изменить. Потом потихоньку вы понимаете со временем, а кто-то и вообще не понимает, что это не работает, это бесполезно, это как будто ты бьёшься об какое-то стекло, да, а хочешь пройти через него не получается. И человек начинает искать знания. И здесь по карме как повезёт встретить действительно сильного мастера, который сможет передать знания не на уровне слов, а более глубоко, на уровне вибрации, на уровне энергии, на уровне своей силы, познания мудрости, пустотности, мудрости, ясности. Это мастер, который был в глубинных практиках, переживал действительно очень нужные, важные переживания на опыте, и у него есть некая соединённость, и он может передать эти знания. Мало того, этот человек, учитель не может быть только знать на логическом уровне, он должен познать всю мудрость, которую он говорит на практике. На практике это не только практика жизни, но и практика проживания внутри этого. То есть он должен сам пройти этот сложный путь, когда мы говорим выйти из какой-то местности, где много болота, он должен точно знать так, чтобы ни один не свалился в это болото и не утонул, потому что он мастер. Он говорит, точно по моим стопам идём, я знаю как. И третий уровень — это когда потихоньку-потихоньку вы учитесь из этого болота выходить, и вы понимаете, что что-то есть у меня внутри, что мне может подсказывать. Есть внутри что-то очень сильное и мощное, это какой-то зов знаний, это какая-то большая соединённость выше, это какая-то моя интуиция, это мой внутренний учитель, тот самый бриллиант. И вот когда мы раскрываем вот этот внутренний ваш камень, то есть мы его граним всё время, у вас есть какой-то булыжник, из которого вам надо сделать большой такой красивый сверкающий бриллиант, который будет отражать светом всех цветов радуги в мир этот, и передавать новое состояние, и получать. И в принципе понимать, что мир тоже — это что-то светящееся, чистое, и в этой соединённости не станет потом границ. Вы будете понимать, что тот мир, с которым я боролась, тот мир, с которым я не мог и не могла, мне казалось, что это невозможно, вы поймёте, что вы одно и то же, что каждая молекула этой планеты и каждого человека, каждой истории — это вы есть и сами, и у вас нет границ отличия от этого. Но это возможно, когда включится вот этот внутренний резерв и ресурс. Как мы можем подключиться к этому ресурсу, хотя бы к ресурсу учителя, опираться на него, или хотя бы понять, что такое подсознание, потому что очень много разных техник, когда это делают, но ничего не надо придумывать, потому что все вот эти подтехники новые, которые придуманы, они все слизаны, на самом деле, с древних практик. Они сделаны так, чтобы как-то адаптировать их под современный стиль человека. Туда же входят эти вот аффирмации, но аффирмации, но не будут они работать, когда вы на бета-1, бета-2 — это обычный рабочий режим человека, он и засыпает практически в этом режиме, поэтому у него сон плохо и просыпается, то есть он очень редко бывает в расслабленном состоянии. И расслабленное состояние — это не то, как мы понимаем, для нас расслабленное состояние — это какое-то ленивое состояние, когда человек ничего не делает. Нет, расслабленное состояние — это потрясающая ясность сознания и очень большая концентрация. То есть в то время, как вы расслаблены внутри, пустотны, но при этом вы можете огромное количество задач выполнять на больших скоростях, у вас приходят новые идеи, вы в потоке пытаетесь осуществить очень многие вещи. И это очень ресурсное состояние, это состояние практически Творца, это состояние всех гениальных людей, это состояние людей, которые оставляют большой след или делают большие открытия. И это состояние, которое вам даёт большое вдохновение. И в этот момент на самом деле мир, которым вы очень сильно интересовались, где вы хотели всё залатать, он становится для вас не так важным, потому что вдруг открывается внутренний ресурс, и бесполезно вот этот мир, который на первом уровне. Вот все вы приходите от того, что вы устали уже исправлять что-то во мне или в себе, и вам нужны знания нового порядка, вибрацию высокого состояния.